Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в одном из райончиков Москвы. На ваших экранах дом, в котором у человека была трехкомнатная квартира. В один прекрасный, в кавычках, день она получает звонок на городской телефон. И после этого звонка у нее нет квартиры, у нее долгов на 5 миллионов рублей. Она вывела все свои накопления, отдала их непонятно кому, думая, что проходит спецоперация. На данном этапе вы можете сказать, как такое возможно, что за бред? Вот давайте просто без промедления. Я вас сейчас познакомлю с человеком, послушайте, что она вам расскажет. И самое главное, намотайте на ус, что такое может произойти с вами, с вашими родственниками. Самое главное, я знаю, что эти ролики смотрят также юристы, ребята, кто занимается недвижимостью. Парни, будьте добры, просто послушайте внимательно от начала до конца. И помогите человеку, если такое возможно, как правильно все это разорвать. По банкротству, по кредитам расскажите, свяжитесь, как правильно обанкротиться. Но самое главное и самое ключевое сегодня, это как-то вернуть ее квартиру, разорвав эту сделку. Есть ли такое возможно? Да, 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 друзья. Звук записался плохо. Слышно, если слушать через наушники, только через один динамик. Вот так вот техника нас подводит. Сейчас я использую уже другие микрофоны. И чуть позже поеду покупать новую версию микрофона. На все, к сожалению, нужны деньги. Именно поэтому вот сюда, перед началом просмотра, отлично войдет спонсор выпуска. Но я рекомендую не капризничать, а вот послушать сюжет до конца. Потому что информацию, которую нам расскажет женщина, вот очень полезная. Друзья, в своих роликах я вам показываю людей, по крайней мере стараюсь этого делать, которые достигли всего, что имеют своим упорным трудом и знаниями. Многие получали профессиональные знания, осваивали новые профессии. Так, например, тот же самый Алексей, который раньше работал менеджером по продажам автомобилей, ушел в IT-сферу и также, как он сам рассказывал, прибегал к помощи онлайн-курсов для изучения IT-сферы. Вот если вы задумываетесь о том, что пора найти что-то новое и актуальное для развития, для будущей работы, я вам настоятельно рекомендую выбирать сферу IT. Даже в рамках общемирового кризиса эта сфера активно развивается. А самая востребованная профессия в IT это Data Scientist. Такие спецы работают с данными и нейросетями, которые на сегодняшний день практически везде. Они делают музыкальные подборки, управляют автомобилями и даже сажают марсоходы. И вот зарплата таких специалистов, попрошу внимания, подчеркиваю, специалистов, в среднем 250-300 тысяч рублей. А количество вакансий с каждым днем только растет. И сегодня освоить эту профессию может каждый. Ваш возраст, навыки, образование абсолютно не важны. Вы начинаете новую профессию с чистого листа. Самое главное, ребята, услышьте, чтобы у вас было желание обучаться и получать новые знания. Тогда у вас все получится. И вот именно поэтому я вам рекомендую проверенный курс по Data Science от Skill Factory. В процессе обучения вас ждет максимум практики. Занятия с экспертами из Яндекса, Инвидео и Эора. Есть помощь и поддержка ментора на всех этапах обучения. А также они вам помогают с трудоустройством. Вы получаете удобное время и темп занятий. Вы подстраиваете все под себя. Вы можете идти по курсу быстрее, чуть медленнее. Вы можете его совмещать с вашей основной работой, вторым образованием. В общем, друзья, здесь вы все настраиваете под себя. Самое главное, как я сказал, это желание обучаться. Этот курс прошли уже более 6000 человек. И отзывы большинства доказывают эффективность и качество обучения. Именно поэтому прямо сейчас начинайте вашу новую жизнь. Не ждите, что где-то освободится директорское кресло, которое специально для вас. Начинайте обучаться сегодня. Специально для вас по промокоду МАШКОВДМИТРИЙ вы получите скидку в 45%. Data Scientist от Skill Factory уже ждет тебя по ссылочке в описании и в первом закрепленном комментарии. Пользуйся на здоровье, получай новые знания будущего. Друзья, знакомьтесь, Лариса Владимировна, 65 лет. Я вам хочу сделать, в первую очередь, комплимент, что выглядите вы гораздо моложе. И по общению с вами вы так более активны. Даже честно вам скажу, не верится, что вы оказались в этой ситуации. Я сама не верю. И вот самое, что страшное, люди не понимают, пока кто-то из их родственников не окажется на подобном месте. Кажется, что это где-то там. Вы же наверняка слышали про различные мошенничества. Никогда бы вы не подумали, что вас-то можно обмануть. Верно? Да. Давайте начнем по порядку. Мы находимся в одном из райончиков Москвы. За нами вот этот дом, в котором у вас была трехкомнатная квартира. Вот на втором этаже. На сегодняшний день там уже кто-то проживает. 16 октября 2021 года вы получаете звонок на городской телефон. И что вам говорят? Представился следователь Следственного комитета. Рассказал, что на мой паспорт оформляются кредиты. И поступила в продажу моя квартира. Для того, чтобы это все пресечь, поймать мошенников, как в банках, так и в риелторских фирмах, мне необходимо провести следующее действие. Значит, закрыть все вклады, которые у меня в банках. Взять кредиты. И продать квартиру. Вот здесь сразу хочу сделать стоп. Вот когда он вам это сказал, вам не хотелось сказать ему, пошел нахрен? Сказала. Я говорю, откуда я могу знать, быть уверена в том, что вы именно тот, за кого себя выдаете. Значит, очень в такой, в достаточно грубой форме было сказано. Если вы не хотите помочь следственным органам, значит, к вам будут применены соответствующие меры. Наказание, как-то арест, еще там что-то, еще что-то. Вообще призывали к моей совести, к тому, что я должна помочь всем остальным, которые попали в беду. То есть, вот такой, очень, с таким большим напором, наезд. И, в общем-то, ну, понимаете, ну, не поверить было нельзя. То есть, прямо это было сделано настолько и грубо, и в тот же момент убедительно, что вы в это поверили? Да, я поверила. У меня сразу еще вопрос. Почему вы не спросили его, в каком отделении он находится? Хочу прийти к вам лично в отделение, в следственный комитет, увидеть погону, увидеть людей, увидеть материалы дела. Он сказал, что, во-первых, сейчас эта разработка идет конкретно вот этого вот всех мероприятий. Пока явка туда мне, скажем так, не нужна. И потом, по ходу дела, значит, я должна буду приехать, привезти документы, которые у меня появятся там. Там чеки от продажи, переводы, еще что-то. То есть, я все это должна буду обязательно туда привезти. То есть, здесь никакого вопроса не возникло у меня. Вы проживали в этой квартире, как долго лет? С 74-го года. С 74-го года. Вы полноценный собственник этой квартиры. Один-единственный. У вас мужа нет? Нет. Детей тоже нет? Нет. Вы, можно сказать, одинокая женщина? Да. Соответственно, когда вот это все происходило, у вас не было хотя бы желания с какой-то там подругой, может быть, соседкой, еще с кем-то посоветоваться, рассказать, что вот такое? Я, когда об этом сказала, значит, мне было сказано, что проводится секретная операция. Я ни с кем не должна делиться, чтобы не было никакой утечки информации. Никуда. Друзья, забегая наперед, Лариса Владимировна прошла психиатрическую экспертизу. Мошенники это все дело сделали. Соответственно, она... Это сделал мой риэлтор. ...не больная. У нее все нормально с головой. Как бы психологических отклонений никаких нет. Соответственно, все то, что она вам рассказывает, вам может показаться секретным. Поймите, это вы молодые. А вот у кого-то из вас мама, бабушка, дедушка и так далее. Это вот страшные вещи. Это происходит в Москве в 2021 году. На тот момент у вас, соответственно, квартиры не в ипотеке, никаких обременений нет. У вас вклады были в банках? Большие суммы? Ну, на мой взгляд, большие. Ну, говорите, уж квартира ушла. Сколько был вклад? За квартиру мне перечислено было 6 700, 6 миллионов 700. За нее, за эти деньги у меня ее купили. В процессе этого сюжета она все детально расскажет, какие суммы у нее украли, как это все происходило. Но раз уже зашла речь про квартиру, я сейчас, чтобы не было путаницы, все расскажу. Значит, смотрите, мошенники прибегли к так называемому срочному выкупу. Ей сказали, что срочно нужно будет продать квартиру исключительно для вот этой самой операции. Пришел риэлтор и оценил ее квартиру в 6 миллионов 800 тысяч рублей. 6 700 давали через банк по счету и 100 тысяч типа как задаток. Делали все как положено, по документам, все проводили как надо. Но квартира ее в этом же доме сегодня стоит 11 миллионов рублей. А в соседних домах примерно 12-14 миллионов рублей, если смотреть по площади, по квадратуре. Перед домом отделения Единой России управа Бирилева Западная. Понятное дело, что они к отношению никакого не имеют. Но все равно, знаете, так вот ты вроде живешь, у тебя тут администрация под носом. А по факту тебя тихо, спокойно грабят. В Сбербанке у меня пенсия моя была, значит, там было порядка миллиона. Вклады были, два вклада. Ну, тоже где-то порядка двух миллионов. И точно так же была карта зарплатная в банке ВТБ. Там тоже была хорошая сумма. Короче, суммарно? Суммарно там было порядка, наверное, 10 миллионов, если не больше. Вывели у вас вот так вот. Ну, так вот, да. Вопрос, кредиты в итоге на вас взяли какие-то? Конечно. Вы еще и кредиты набрали? Да, еще и кредиты. На какую сумму? В Сбербанке миллион шестьсот, а в ВТБ четыре триста, по-моему, четыре шестьсот. Итого минус пятнадцать. Друзья, вы можете в это поверить? Минус пятнадцать. Я сходу могу сказать, что на сегодняшний день вот в этом доме, в этом районе квартира трешка. Порядка девяти миллионов. Даже больше? Ну, можно. Одиннадцать двенадцать на сегодняшний день. Здесь, Дмитро, далеко? Ну, минут пятнадцать. Ну, десять, одиннадцать миллионов. То бишь, все вот эти деньги наличные, вы же их видели? То бишь, вы их передавали сами? Что-то я видела наличные, потому что было перечисление наличным. Что-то просто с карты переводили на те счета, которые мне называли. Плюс вот к этому представителю следственного комитета, потом через некоторое время мне перезвонил, якобы представитель Центробанка, который, скажем, вел меня по всем этим передачам. И третьим участником этой операции был представитель ФСИН. Ну, давайте вот сейчас по порядку все расскажем. Средством получается, вы получаете звонок, вам вот проехали по ушам, но вы это поверили. Вы когда клали трубку, на чем вы договорились? Какие оно вам озвучило действия? Значит, я должна буду, в первую очередь, закрыть свои вклады. Ну, то бишь, вытащить деньги. Вытащить деньги, да, и потом их перевести. Вы сходили? Я сходила, закрыла вклады и перевела их на те счета, которые мне назвали. Раз. Второй шаг какой? Второй шаг. Потом я взяла кредиты в Сбербанке, точно так же получила и тоже перевела, да. То есть вам, пенсионеру, одобрили 4300? Да. На какой срок? Ну, там, по-моему, не помню, на 5 лет, по-моему. В Сбербанке, ну, сейчас я уже эту дату не вспомню, но во всяком случае у меня не попросили ни подтверждения никаких, как называют эти люди. Нет, ну, доходы они видели, потому что приходила моя пенсия, какие там были вклады поручителя. Ни в одном из банков у меня не попросили. Это вообще, подождите, 4300 на 5 лет, там какой платеж, что должен был быть ежемесячный? Ну, по 67 тысяч. По 67 тысяч. А у вас, суммарно, вот вы сейчас работаете, пенсионер, ну сколько, наверное? Ну, зарплата у меня до этого была, в общем, достаточно приличная. Если бы это все было действительно так, то я бы могла ее выплачивать. Но за последнее время у нас задержка по зарплате, и, скажем, она уменьшилась. Я просто в шоке. Люди в 30 лет миллион взять не могут, кредиты им отказывают, а вам без проблем 4300. Охереть. Дальше вы получаете эти деньги, отдаете дяде Васе. Да, перевожу, все. Что происходило с квартирой? С квартирой, значит, позвонили мне, ну, я на работе была, позвонили, сказали, что, значит, нужно позвонить в простор, в эту фирму, и выставить квартиру на продажу. Позвонил мне потом риэлтор, представился, договорились в этот же день, по-моему, о встрече, он приехал посмотреть квартиру. Причем мне было поставлено условие вот этими, вот этой троицей великой, о том, что я срочно продаю квартиру, и, продав квартиру, я уезжаю из Москвы на работу в другой город. Приехал риэлтор? Приехал риэлтор, посмотрел, оценил ее, сказал, что, ну, вот, поскольку срочно ее надо продать, то за нее могут заплатить 6800, чтобы там в течение короткого времени ее продать. Поехала в офис, подписали предварительный договор, определились со всем и с этим, причем вот эта троица попросила, чтобы мне дали предоплату 100 тысяч. Оказывается, что таких больших денег, как предоплату, не дают, ну, в моей ситуации они с этим согласились, тоже эти деньги им перевела. Все, значит, заключили договор. То есть они, агентство дали вам 100 тысяч, а вы эти 100 тысяч отдали из дачи страны. Отдали, да. Значит, квартиру продали, через, по-моему, в течение недели были перечислены мне деньги, все, и в течение, по-моему, 4 дней я должна была выехать из квартиры. Вопрос. Когда вы продавали, к вам хоть какой-то живой покупатель приходил? Приходили, приходили, смотрели. То есть были люди? Были люди, да, но я теперь уже, наверное, никому не поверю, потому что, может быть, это были действительно какие-то приглашенные. Не знаю. Ну, они вас хотя бы спрашивали, вы там продаете, а почему? Нет, ну, были люди, которые стояли в очередь. Было, по-моему, 4 семьи, которые приходили смотреть. Ну, кто-то хотел снимать, кто-то покупать. В общем, в результате, чем все закончилось, не знаю. Одна из квитанций у меня на имя моего риэлтора, который в результате купил мою квартиру. Риэлтор купил. Риэлтор купил, да. На него были все документы оформлены, ему все передали. Вот как-то так. Соответственно, они приходят, посмотрели все, сказали, что все берем. Всем все нравится, да. Вы приехали в офис. В офис. И там везде только расписывались. Расписались, да. И через Домклик было оформлено куплипродажа. А он и покупал за наличку, или ты была какая-то пакет? Мне были перевезены на карту деньги. То есть, вам пришли деньги, и вы эти деньги точно так же сразу по команде отправляете дальше. При этом, при этом, важный момент, риэлтор вас свозил в психиатрическую клинику. Распровождал, ну, обычный районный диспансер, наркологический и психоневрологический, да. То бишь, вы все вот эти документы везде прошли, и у вас все есть. То есть, все подтверждения, что вы в здравии, в сознании, на все согласны, хотите продать квартиру, у вас все устраивает. После того, когда вы отправили все эти деньги этим мошенникам дальше, у вас было 4 дня на выезд? Да. Ну, они вам-то что говорили, что вы сейчас куда должны уехать? Нет, я спросила, я говорю, я что, должна буду выехать из квартиры? Нет, 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 из квартиры выезжать не будете, значит, это быстренько мы сейчас всех арестуем, посадим, все, вы остаетесь, все. Потом всплывает такой факт, что, оказывается, в этой ситуации замешан какой-то очень высокопоставленный человек. Вот на тот момент он был где-то за границей, вот ждут его приезда. Поэтому все это как бы оттягивается на какое-то время. Потом, когда все это дело было совершено, ко мне риэлтор обращается, говорит, вы собираетесь? Я-то в полной уверенности, что я никуда не буду переезжать, я ничего не собираю. Но оказывается, что надо было переезжать. Вот я за два дня, я собралась, все, что смогла, в общем, привезли. Ну, а когда риэлтор к вам пришел, вы не пытались ему объяснить, что, слушай, здесь вообще-то как бы спецоперация идет? Нет, а я же, нет, ну я же дала. И вы молчали все это время? Я молчала все это время, да. Но им вы говорили, что у меня риэлтор тут просит уехать? Да, говорила, конечно, конечно. А они вам что по этому поводу? Нет, 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 все нормально, все нормально. Потом оказалось, что мне нужно, ну вот, понимаете, вот так получается, да, вот вы только на две недели переезжаете. А, то есть они будут сказать, что окей все. Они мне нашли, значит, гостиницу, меня туда, я вещи отвезла на хранение, на склад, сама переехала в гостиницу. Это где гостиница? Гостиница на Пражской, Редан. А, то есть в Москве? Да, в Москве. Все время были как-то на связи с этими, вот с этой троицей. С момента 16-го числа, с первого звонка, по момент, когда вы выезжаете уже из квартиры, вы уже с долгами, сколько прошло времени? Вот из квартиры, когда вы выезжаете? Ну, наверное, это было 29-го, наверное, октября. То есть буквально за две недели. Вот как-то так, да, очень быстро все свершилось. Охренеть, блядь. Да, очень быстро. И вот на протяжении вот этих двух недель у вас, вы настолько, как вы, я не понимаю, запуганы были или что, что вы даже никого не поделились об этом? Вы понимаете, что они постоянно это отслеживали, то есть они старались, я говорю, мне нужно собрать вещи, я могу пригласить кого-то, чтобы мне вот брат помог, там, племянники. Нет, нельзя, значит, это вот секретная информация, секретная операция, все. Я говорю, я могу кого-то из своих знакомых снять с квартиры? Нет, нельзя. Я, то есть постоянно, телефоны менялись, разговаривала, заставили меня купить смартфон, чтобы можно было передавать документы, еще что-то. Все время говорили о том, что мы сейчас будем, позвонят по моему обычному мобильному, потом говорят, сейчас мы перезвоним по защищенной линии. И звонили по защищенной линии? Ну, звонили по защищенной линии, да. Все эти там, скажем, номера сохранились, я когда заявление подавала в управление внутренних дел, все, что было сохранено у меня на тот период, все это передала, ну, не знаю, насколько это поможет. В какой момент до вас дошло, что ого-го-го-го? Уже в самом конце. Ну, в каких числах? Ну, это уже было, наверное, в декабре. Ну, хотя весь ноябрь вы сидели, ждали, когда чиновник этот приедет, которого сейчас заплатят. А они в какой момент перестали с вами выходящим на связь? Ну, вот последние мои были перечисления 24 декабря. Это вы за квартиру переводили? Не за квартиру, нет, это были другие, те, которые еще в ВТБ у меня оставались. А, то есть, когда вот они с вас просто... Все, все сняли. ...подчистую. Вот на сегодняшний день у вас денег... Вообще. ...ноль. Да. И, соответственно, они больше вам... Я звонила вот этому Федотову, который как будто бы в Следственный комитет. А, и причем, вот, скажем, когда я ходила в банк или еще куда-то, периодически встречала машину, припаркованную в Следственный комитет. То есть, понимаете, вот здесь все такое стечение обстоятельств, что я как бы... Ну, не верить в это невозможно. Либо они ее просто ставили в этих местах, либо еще что-то. Я... Ну, я не могу это объяснить никак. То есть, вы шли в банк, и стоит машина. Да, причем я должна... Перед тем, как я вхожу в банк, я должна отзвониться, что я вхожу в банк. Записывался адрес этого банка. А они говорили вам что-нибудь из серии, что мы вас видим, вот вы стоите возле... Они говорили, что за вами установлено наружное наблюдение, да, что вот... Да, да. Даже, скажем, вот когда приходили риэлторы в квартиру, то, значит, ну, как будто бы где-то стояла машина, в которой прослушивалась все, записывалась, еще что-то. И потом, когда вот вы к нам придете со всеми документами, значит, телефоны обязательно, все разговоры, вы должны будете подписать бумаги, что там прослушалось, что вы говорили. Ну, я не знаю, я в этом плане вообще ничего не... Когда и кому вы первому рассказали про эту спецоперацию из ваших друзей, каких-то... На работе, потому что они видят, что-то со мной не то происходит, потому что спрашивали, но я же... В спецоперации. В спецоперации, да, воспитана в советских учреждениях, поэтому, ну... Вы им рассказываете с того, что тут такое дело. Ну, я говорю, я сейчас все ничего не могу рассказать, но вот наступит тот момент, час икс, когда я вам все расскажу, но... Когда вы им это рассказали, наступил час икс, что вам сказали? Ну, ну, что мы не могли сказать. Ну, понятно. Да. Понятно. Слушайте, после этого, какие действия начали происходить? Заявления в полицию, еще что-то? Я, значит, буквально перед новогодними праздниками, я пошла у нас на предприятии, есть служба охраны, подошла к нашему руководителю, объяснила ситуацию. Он эти телефоны набирал, то есть об этих телефонах, с которых мне звонили, данных, конечно, нет никаких. Он мне порекомендовал сходить у меня на Новокузнецкой, есть следственный кабинет, комитет Южно-Центрального округа. Я пришла туда просто, ну, в течение 10 минут мне сказали, что сейчас предпраздничные дни, 10 дней праздников. Заявление лучше, наверное, пока не писать, потому что вот эти 10 дней войдут как раз вот в рассмотрение этого всего. После праздников 10-го числа вышли на работу. Значит, ну, вот нашелся человек, который меня как бы сейчас ведет, курирует. Что это за человек? Юрист? Он не юрист, он тоже бывший сотрудник службы, работает на предприятии тоже в службе безопасности. То есть как бы с его стороны были... Ну, а с его стороны он это как-то делает на добровольной основе? На добровольной основе делает, нет, просто нет, никаких денег он не просит, просто на добровольной основе, потому что бывший мой сотрудник к нему подошел, объяснил ситуацию, просто вот, ну, помочь. Ну, я понял. А в итоге вы дошли до Следственного комитета? В итоге, конечно, я до него не дошла. Значит, я дошла в итоге. 17-го числа января этого года я подала заявление в Управление внутренних дел Южным округом. На вчерашний день заявление, которое должны передать в отделение полиции Бирюлево-Западное, не пришло. Сегодня я буду звонить после обеда, как мне в канцелярии сказали, узнаю, пришло ли дело к ним и дальнейшая судьба этого всего. Короче, таким образом, еще даже со стороны правоохранительных органов по отношению к вам никакого ни опроса, ни допроса, ни приглашения никаких не было. Нет. Друзья, вы можете вообще в это поверить? Вот с одной стороны, да, кажется, что звучит как какой-то бред, с другой стороны, это реальная картина. Мне вот всегда дико интересно, что было бы, если бы вы была жена генерала? И это происходило бы из серии, что он не знал условно, где-то он живет. Я имею в виду, как с чиновником. Как быстро бы это все разруливалось бы и как бы они порешали? Просто вы простой человек. Да. И, соответственно, вам сейчас нужно за всеми бегать, ходить, доказывать, что... Ну, мне бегать надо. Мне нужно, во-первых, я потеряла регистрацию, мне ее нужно каким-то образом приобрести, восстановить. То есть вы сегодня страшное слово бомж. Да. Безопределенное место житель. Безопределенное место житель. А живете вы сегодня где? В Москве. Ну, у кого как? Ну, я говорю, это бывший наш сотрудник, у которого там квартира освободилась, и вот сейчас пока обитают там. Временно вам, да, естественно. Конечно, насколько это долго, я спрашиваю, но человек просто вошел в мое положение. То есть вот, ну, пока... И вы сегодня работаете. Я сегодня работаю, получаю пенсию, но в связи с тем, что я злостный неплательщик по кредиту, Сбербанк все время мне звонит, потому что если они успевают снять мою пенсию до того, как ее сниму я, значит, это все уходит в счет уплаты моих долгов. Точно так же зарплата, которая приходит на карту ВТБ, если я успеваю ее снять, значит, деньги эти у меня. И при этом возможности официальные, легальные вам получать пенсию наличными? Есть такая возможность и зарплату вам наличными получать? Нет, я обращалась к своему руководству с тем, чтобы мне через кассу выдавали зарплату, но пока сказали, не приветствуется это у нас в институте, у нас сложности финансовые. А вы где работаете? В проектном институте. Чем вы занимаетесь? Я проектирую метро. Офигенно. Вот честно, мне дико жаль, что вы оказались в этой ситуации. Вот просто неприятно. Вы порядочный человек, у вас такая хорошая работа, действительно. Вы прожили коренная москвичка, правильно? Коренная москвичка, да. Я родилась в Москве. 65 лет, вы получаете пенсию, вы работаете, никого не трогали, никому ничего плохого не делали. И вот это какие-то уроды, просто по-другому их не зовешь. Да, и получается, что там явно, как мне сказали, явно украинский след. Ну, это, скорее всего, потому что явно кто-то звонил не с территории нашей страны, а все из-за рубежа. Вопрос. На сегодняшний день вы же ни разу по кредитам нигде ничего не платили. Я в самом начале платила, пока были деньги. И вот я говорю, если они успевают, то они снимают эти деньги. То бишь, вы взяли кредит и в самом вам платеже делали, да? Это просто плохо. Ну, некоторые были. Я понял. В общем, друзья, ситуация просто не из приятнейших. Я хочу, вот прям вот серьезно, от чистого сердца к вам обратиться. Помогите, вот юристы, кто знает. Я попрошу среди знакомых, в каком я разбираю, что хорошие, чтобы они обязательно ролик посмотрели. И как-то постарались вам помочь на благотворительной основе, естественно, чтобы как-то раскрутить это дело. Придать его огласке. Потому что, ну, это пипец как ненормально. Офигеть, блин. Поэтому, честно говоря, даже слов нет под конец. Охренеть, блин. Да, я сама не верю, что это все сделала своими руками. Я еще рад, что вы хотя бы вообще просто себя в руках держите, что в целом вы как бы спокойно еще относитесь. Вот стоя возле квартиры, вы туда ни разу не заходили, не стучались? Я не могу, потому что я ключи отдала. Нет, а я имею в виду постучаться, спросить, кто там живет. На смысл. А этому риелтору вы не звонили, не говорили? Нет, он звонил, отправлял поздравления с Новым Годом. Ну, это замечательно. А вы ему не звонили, не говорили после всей этой ситуации? Ну, а что смысл какой мне? Что обманули вас, что вы не хотели, что вы хотите разорвать сделку. Ну, так это я все сделала. Каким образом? А деньги где я возьму, чтобы я на тебе держала? Ну, да, да. Жесть. Да. В общем, друзья, смотрите, всю информацию вам донесли. Если вдруг в какой-то момент что-то где-то непонятно, вам, как юристу, нужно больше информации, все контакты мы оставим в описании. Сегодня у нас за кадром стоит племянник ваш, который, собственно, в ней написал с желанием помочь и раскрутить как-то дело, поднять его. Очень плохо, что вот такие ситуации происходят, поэтому здесь самый главный совет. Вот многие спрашивают, а как в этой ситуации быть? Звоните вашим родственникам, ближним, дальним, будьте с ними на связи, спрашивайте, все ли у них хорошо, никто ли им со следственного комитета не звонил, задайте им наводящие вопросы, заедьте. А еще лучше было бы паспорт забрать у ваших бабушек, дедушек, родителей, чтобы они были просто документы при вас, самые основные. Потому что без паспорта всего бы этого просто-напросто не произошло бы. Ну, кто же знал, как говорится. Поэтому будьте на чеку, помогайте друг другу и самое главное, я надеюсь, что вам мы как-то поможем и действительно это раскрутится так, что хотя бы взад все это разорвут, но как минимум надо что-то решать в первую очередь с квартир. Потому что с кредитом вы, собственно, сможете объявить себя банкротом и вам это все спишут. Ну, это тоже надо объявить и найти юрисы, который сам может. Но вот с квартирой это самое страшное. Остается только сделать выводы. А выводы здесь просто, я честное слово говорю. Вот эту ситуацию я ее прям пропустил через себя. Женщина всю жизнь проработала, представляете, всю жизнь проектировщиком метро. Это действительно сильная, уважаемая профессия. Всю жизнь она копила деньги, скопила свои накопления, вклады. И просто за 14 дней, по сути, мошенники все это дело вывели, ведя ее в заблуждение. Ну, вот вы послушайте, как она рассказывает. Ну, ясный ум, все понимает, трудится. Ну, вот так вот взяли и обманули. Это вот специально я делаю акцент всем тем, кто думает, что а со мной такого не случится. Дай бог, дай бог. Общаясь даже с ним, я спрашиваю, ну, вы там не читали, не изучали, не натыкались на подобные истории? Девушку с ребенком точно так же обманули и просто вытащили из квартиры, там буквально в один день сказали, все, и где на два дня жила там у консьержа, сейчас где-то скитается. Ну, это страшные вещи. И самое главное, вы вдумайтесь, пенсионеру в считанные минуты миллион шестьсот там одобряют, четыре триста в другом банке одобряют, дают это спокойно все снять, легко перечислять. Самое-то важное, что знали, знали, что она одинокая, потому что когда ей звонили, называли ее данные, фамилии, имя, отчество, то есть вся информация, легко найти, легко найти. И уже понимают, что одинокая, все, сейчас будем ее крутить, вертеть. Страшно, друзья. Все те, кто имеют отношение к юриспруденции, к риэлторам, если есть какая-то возможность помочь разобраться, будьте добры, помогите. Все контакты на человека в описании. Будьте начеку и не давайте себя обмануть. Следите за вашими родственниками, за вашими близкими, дальними. В общем, друзья, выводы здесь ясны. До новых встреч всем. Пока-пока.